Всем добрый день! Прошу прощения за небольшое опоздание. Меня зовут Максимова Юлия. Я работаю мантисори-педагогом для детей от 3 до 6 лет в Казанской мантисори-школе «Золотые бусины». Сегодняшняя наша тема – это тема, посвященная сензитивным периодам. Очень часто, когда вы приходите в мантисори-сады, педагоги оперируют этим понятием. И, конечно же, хочется узнать, что же это такое и как эти периоды проявляются, как наблюдаются. Вообще сензитивные периоды – это присуще определенному возрасту, наивысшая чувствительность или оптимальное сочетание условий для развития определенных психических свойств и процессов. Сензитивные периоды, они, конечно же, ограничены во времени. То есть их можно заметить и понять, что если этот сензитивный период уже по своему пику прошел, то он уже никогда в жизни не повторится. Ребенок, как никогда именно в этот период может учиться с легкостью и с удовольствием, без всевозможных заставлений, так скажем, если можно так сказать, и также приходит к превосходным результатам. Потому что это происходит опять-таки без сознательного усилия. На эту тему мы много разговаривали в прошлый раз. Взрослый, извне, не может повлиять на время проявления этого сензитивного периода и длительность его, но он может его наблюдать. И это одна из основных задач наблюдения Монтессори-педагога. Цель сензитивных периодов – это все-таки помочь ребеночку обрести определенные функции и характеристики. И когда цель ребенка достигнута, то этот сензитивный период, он исчезает, и на смену ему приходит новая чувствительность. Сейчас мы посмотрим примерно, какие чувствительности есть у ребеночка и какие пики проявления этой чувствительности могут быть названия и названия этих периодов. С два примеровых. Начнем с самых важных сензитивных периодов и их продолжительностью. Период порядка, который длится от 1 до 4 лет. Наивысшая интенсивность проявляется в возрасте 2-2,5. Период помогает классифицировать восприятие, придает смысл миру и дает ощущение безопасности. Именно в связи с этим в Монтессори-среде будут достаточно редки перестановки, потому что все это ощущение определенного порядка, оно способствует исследованию ребенка, его ориентации. Чувство безопасности – это когда я знаю, куда меня приведут и что я буду видеть изо дня в день. Это очень важно именно в период этой чувствительности. Ребеночек нуждается в постоянной среде, в предсказуемой, повторяющейся, последовательной деятельности. Для ребенка это очень сильно важно. То есть существует и внутренний порядок, и внешний порядок. Внешний порядок – это материалы в среде. Ребенок переносит впечатление внутрь, и таким образом возникает внутренний психологический порядок. Очень важные сферы порядка – это не просто предмет лежит на одном месте. Это, конечно же, порядок в среде. В первую очередь здесь нам стоит говорить о постоянстве, а не о чистоте. Действительно, не стоит путать с понятием чистота, поскольку именно постоянство, именно даже какие-либо ритуалы очень важны для ребенка. Дальше порядок во времени. Сюда же относится режим дня и последовательных разных дней и событий. Режим дня в садике, конечно же, один и тот же. И единственная важная часть, чтобы родители позволяли себе и ребеночка тоже приводить в одно и то же время. Это наша основная рекомендация для наших родителей. Мы будем говорить точно так же о периоде развития речи. Она может длиться, как часть человеческой тенденции, от одного до шести лет. То есть маленькие дети от года до двух, они очень чувствительны к звукам, фонемам, о которых мы тоже говорили в прошлый раз. В два-три года запас речевой у ребеночка расширяется от трех сотен до тысячи слов. Например, за короткое время мы можем увидеть у ребенка возникает очень большая, резко обширная речь. Он может разговаривать с самим собой и выстраивать логику в своих мыслях. В четыре года ребенок уже чувствительен к письму. То есть здесь он очень чувствительный к движению. Это значит, что именно в период этого активного движения мы можем ребеночка направить на письмо, поскольку это тоже связано с его движением. После этого сенситивный период исчезает и радость от процесса тоже может исчезнуть. Например, вы можете вспомнить себя или увидеть ребятишек, которые черкают на листочке такие зигзаги, как будто бы даже пишут и говорят, что это справка или записка кому-нибудь. Конечно же, в этот период можно предложить ему настоящие буквы писать хотя бы по одной, по отдельности. Ну и дальше словосочетание и предложение. Этот период тоже очень узнаваем, его можно видеть. Большая тяга к тому, чтобы ребенок взял карандаш, что-то начинал писать и вообще ко всему, что связано с движением. Четыре с половиной, пять лет там, конечно же, чтение идет. То есть тут, заметьте, большая разница. Сначала идет письмо и желание писать со временем тоже угасает. И в четыре с половиной, пять лет это тот период, когда ребеночку очень интересно распознавать не только там свои мысли, допустим, но читать мысли других через условные знаки. В пять-шесть лет ребенок может анализировать предложение, выражать свои мысли письмом и наоборот. То есть и ребенок начинает использовать речь очень осознанно. Сам же период движения, он длится от года до четырех. После четырех он снижается. И здесь для ребенка тоже очень важно маневрирование в среде. Дети учатся байланс, координация движений. У нас много полочек, много рабочих зон, которые необходимо обходить. Специально для удовлетворения этого периода и точно так же упражнения хождения по линиям. Мы можем точно так же себя вспомнить, почему мы природным тоже называем этот момент. Поскольку мы все любили в детстве ходить по бордюрам, по линиям, по каким-то потрещинкам, переступать или напротив наступать на них. То есть здесь это тоже связано с природой ребенка. И неважно, где он родился, в нашей стране или вообще в нашем полушарии, или на другом полушарии. Неважно, все дети примерно одинаково пользуются своими природными возможностями. То есть все синтетивные периоды, они работают независимо от того, в каком уголке земли родился ребеночек. Точно так же к периоду движения относятся манипулирование предметами. Здесь мы можем понимать, что и развитие мужичка идет, спинного мозга, развитие скелета. Поэтому ребеночек часто может дрыгать ножками и ручками. И мы не вправе его лишить этого. Период восприятия мелких предметов, это, конечно же, заинтересованность детей в целом и частях. То есть это период длится от годика до двух с половиной. Тогда мы можем видеть, что когда мы даже просим по старине своей сделать, например, какую-то поделочку ребенка, но мы видим, что ему неинтересно только что-то создать. Ему интереснее отодрать, разобрать. В этот период, как никогда, ребеночек рад хватать все самые мелкие предметы, крошечки и все остальное, что может даже находиться на полу. И очень многое разбирать на части, нежели чем даже собирать. Это в этот период ребенок нуждается в более сложных движениях, требующих определенного уровня концентрации. И это очень здорово. Это сенситивный период утончения чувств от нуля лет до пяти с половиной. Это когда ребенок собирает все впечатления. Это зрение, вкус, обоняние, прикосновение, вес, запах. Все эти материалы тоже находятся именно в сенсорной зоне Монте-Сори класса. Ребенок хочет наблюдать и дифференцировать ощущения, зрительные утончения, слуховые утончения, обонятельные ощущения, вкусовые, барическое чувство, тепловые ощущения, стереоагностическое чувство. Все это как никогда интересует ребенка в этот большой период. Например, есть такой пример, тоже у меня отмечен, что ребенок, вопреки тому, что некоторые объекты в окружающем мире могут быть грязными или непривлекательными, а также прикосновение к ним может диктоваться родительскими запретами, проявляет непреодолимую тягу именно прикоснуться с ним. Даже если вы с чем-то не согласны, ребенок все равно будет забирать эти ощущения. Мы в прошлый раз как раз разговаривали о том, что если вы хотите перенаправить ребенка и его желание впитывающего разума, то сделайте это как-то мягче, предложите какую-то замену, поскольку он ни в коем случае не хочет навредничать, он хочет собрать именно этот опыт, который необходим его природе. Это относится также к фактурам ткани и не только к каким-то уличным фактурам. Точно так же в среде сохраняется принцип натуральности материала для того, чтобы ребенок как можно больше прикоснулся к этим материалам разного абсолютно типа. дерево, солома, зернышки, камень, все что угодно, все что может собрать природа. Сензитивный период социального развития начинается в 2,5 года и длится до 5 лет. Ребенок начинает активно интересоваться формой поведения. Это тогда, когда ребеночек очень много наблюдает все формы поведения, и поэтому очень важно его поместить в ту среду, где будет разновозрастная группа, где ребеночек сможет перенимать для себя особые примеры и использовать их. Это не всегда будет получаться, допустим, сразу. Часть может показаться каким-то нелепым проявлением, но это его опыт. Он собирает опыт и пытается транслировать его на реальность. Подарите ему этот опыт и старайтесь разобраться в ситуации, прежде чем начать малышу что-то строгое говорить. Это приводит к появлению очень важнейших социальных качеств. Ребенок приходит к пониманию того, что нужно уважать других, не потому что так сказали, а потому что это та реальность, с которой он сталкивается в повседневной жизни. Если мы поддержим этот период, то ребеночек, конечно, приходит к этой осознанности. Неоценим большой вклад в социализацию, конечно же, способствует среда, в которую попадает ребенок. Попадая в нее, ребенок получает социальный опыт, и с детей очень много, опять-таки я говорила, плюсы, когда большие классы есть. Если, например, сравнить классы, где 10 и 12 человек, то там, скорее всего, ребенок увидит несколько раз меньше этих вариаций поведения, допустим. И если ребятишек 20 и 25, то его опыт колоссально расширяется в этом смысле. Например, как это происходит в Монте-Сори-среде. Не смажет рукой. Добрый день. Это, конечно же, опять-таки, я говорила, разновозрастность группы. Это поочередность использования материала. То есть материалы в среде никогда не дублируются, и для того, чтобы ребеночек взял определенный материал, который он хочет, он вырабатывает в себе терпение. Почему? Потому что он ждет. Ждет с уважением. И точно так же остальные ждут его. То есть вот одно из качеств простых, которые формируются, как уважение, это всего лишь умение ожидать. Для начала это сложный момент для ребеночка. Не всегда он готов ожидать. Но со временем именно в этот плют мы можем ему дать как можно больше, благодаря тому, какие секретики содержит в себе Монте-Сори-среда. Деление, например, это не только математика, но и всевозможные угощения в среде. Тоже могут быть продукты, яблочки и апельсинки и прочие вещи, которые могут поделиться ребеночек. В любом случае это определенная математика. Но математика переносится обязательно на реальные вещи. Это не только гольная математика, непонятно для чего. Это, конечно же, очень много осознанности. Точно так же в социализации ведут правила группы в обществе. У нас есть правила. Правила дорожного движения есть. И, конечно же, для ребенка это отдельное чувство безопасности, когда все следуют одинаковым правилам, которые есть в нашем классе. О них мы тоже будем говорить в следующих темах. И точно так же упражнения вежливости. Иногда учитель собирает детей и, согласуя свою деятельность со вторым педагогом, показывается модель поведения или возможность проявлять себя в тех или иных ситуациях, если есть такая проблема. Так что именно сенситивный период социализации, он длится достаточно долго, до с половиной до пяти лет. Здесь мы начинаем ребенка вводить, конечно же, в активную среду и в общение. Характеристики сенситивных периодов очень интересны. Во-первых, это универсальность. То есть, в каком бы уголке земли бы ни родились, любой ребеночек, независимо от расы, национальности, темпов развития, везде он проявляется абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково ребеночек продувает пузыри во рту, когда готовит артикуляционный аппарат, если он еще совсем маленький. Абсолютно одинаково все люди любят ходить по... Все детки любят ходить по линиям, по бордюрам и прочим вещам. Абсолютно все детки одинаково болтают ножками, ручками, любят качаться на качелях. То есть, здесь дети не отличаются ничем. Поэтому эти периоды являются универсальными для любой страны. Они могут перекрещиваться друг с другом. Например, протекают по определенному графику. И могут точно так же еще и накладываться друг на друга. То есть, один период начинается, здесь может возникать следующий. Появляются точки пересечения. Это тоже дает определенные плоды. Например, так как пример привести... Вот если, например, перекрестить сензитивный период... Порядка движения, порядок среди и времени, период социального развития. То есть, здесь мы можем получить очень много таких подарочков, когда у ребенка возникает внутренний порядок его ощущений. При этом он не боится со своим ощущением безопасности. Формирует всевозможные просьбы выполнять какую-то деятельность. И берет пример с остальных детей, учеников и учителей. Это вот вообще в комплексе. Здесь идет колоссальное развитие речи. Колоссальное желание что-то делать. И каждый день ребеночек на пути открытий. И каждый день происходит что-то новое. То есть, мы когда видим ребеночка, он может увидеть вертолет на небе. И очень сильно удивиться. И когда мы позволяем ребенку эту свободу в классе при пересечении этих периодов, сложно объяснить, нужно просто прийти и понаблюдать. Мы можем видеть, что ребеночек очень часто проявляет вот эту радость, восхищение относительно самого себя. Поэтому, опять-таки, если мы будем говорить о похвале, зачем он на собственную ребеночку лишний раз нужна, когда ребеночек просто счастлив от самого же себя. Именно как раз благодаря его природным способностям, благодаря тому, что у него есть эта свобода, в которой эту природу он может воплотить. То есть, это и сложно, и одновременно ты думаешь, как же это сделать, чтобы не пресечь вот эти все возможности. Ну, конечно, ждать больше самостоятельности и обеспечить среду безопасным предметом. То есть, эти две вещи, они действительно важны только для того, чтобы дать ребеночку определенную свободу. И тогда, когда мы можем уже спокойно отпустить малыша, мы можем наслаждаться процессом наблюдения за этим сезитивным периодом. Вот все очень просто. Если ребеночку все запрещать, конечно, тоже можно увидеть. Все равно ребеночек побежит куда-то и схватит, например, что-нибудь на улице, потрогает там какую-нибудь кошку или еще что-нибудь. Но, наверное, это не тот путь. Лучший путь – это все-таки среда дома, среда в школе, в классе. И вообще вся социальная среда и культура, конечно же. Это тоже очень важно. Кроме того, эти сезитивные периоды индивидуальны. То есть, мы говорим о промежутках времени между сезитивными периодами. Но у каждого ребеночка всегда будут свои графики. Дети не будут развиваться абсолютно одинаково. Но большой плюс в том, что эти периоды можно наблюдать. Опять-таки, об этих условиях я как раз вам рассказала. И самый такой момент трепетный, что каждый период, он все-таки временный. Он ограничен временными рамками и проходит безвозвратно. Поэтому, прежде чем ребеночку что-то запретить, ну, где можно, где реально можно ему действовать, подумайте об этом, что в этом смысле мы можем помешать ему. Все сезитивные периоды, они разные по длительности, но одинаковые по сути. Их нельзя ни остановить, ни искусственно продлить, ни отодвинуть. Искусственно, конечно же, ничего с ними сделать нельзя. И точно так же нельзя повлиять на закон природы. Это то же самое абсолютно. Каждый период имеет свое спокойное начало, потом пик проявления и кульминация. Это время наибольшей интенсивности с последующим спадом. То есть это еще сохраняется. Ответствие взрослого – это наблюдение за детьми и их рождающимися потребностями. Это, конечно же, формирование среды, это умение быть примером для своего ребеночка, создавая благоприятные социальные модели поведения. Поэтому, когда мы ребеночку говорим «так не делай, так не делай», ну, нет, не будет работать. Будет работать то, как вы общаетесь со всеми, например, даже по телефону, или как вы общаетесь со своими друзьями, или иногда нам только кажется, что ребеночек ничего не слышит. Но на самом деле он все очень сильно впитывает именно вашу модель поведения. И ни одно, так скажем, никакие назидания, никакие учения, как можно, что такое хорошо и что такое плохо, в этом смысле для ребеночка не работает. Больше всего, что хорошо, что и плохо, наверное, с ребеночком можно обсуждать, когда у него идет именно прямая осознанность. Но именно все остальное понимание, оно исходит из тех моделей поведения, которые он может увидеть. Увидите в вас, увидите в других людях. Это все, конечно же, я всегда говорю, не волнуйтесь, ваши дети будут точно такими же, как и вы. Даже если они где-то поругались, даже если где-то за ребеночка где-то было стыдно, может быть, я не знаю, родители часто переживают и возмущаются, и говорят, что мы в семье так не разговариваем, не волнуйтесь, все равно ваши детки будут такими же, как вы. Если вы так не разговариваете, и ребеночек вырастет, он тоже не будет разговаривать на языке, который вам не нравится. Если вы же все-таки ругаетесь матом, и где-то позволяете себе грубую речь, ребеночек тоже будет, как бы вы его не ругали, он тоже будет в будущем ругаться, например. Даже недавно я услышала такой факт, что к 11 годам дети знают абсолютно все плохие и приплохие слова, просто они так же, как и взрослые, их не используют, если взрослые не используют, если взрослые не используют, да, и используют, если взрослые используют. То есть по поводу того, что ребеночек узнал то или иное слово, от этого никак не убежать. Вот я все время, когда иду, например, на какой-нибудь салют городской, я понимаю, что в этой толпе будет столько слов, которые слышат дети и едут на плечах своих родителей. Ну ничего в этом смысле, наверное, не поделать. Это общая культура, и, к сожалению, у каких-то плохих слов слишком много бывает. Ну не только в семье они могут быть, но и вообще везде. Ну никто от этого не застрахован, поэтому будьте к ребеночку терпеливы, внимательны, будьте для них примером, они будут, как вы. И точно так же мы должны обеспечить применение свободы и дисциплины. Дисциплина, она тоже есть, она, конечно, существует в правилах. Это, конечно же, не вседозвольность. Об этом мы тоже будем интересны, об этих интересных темах мы будем говорить и в следующий раз, в следующие дни, получается. Находясь в потоке сензитивных периодов, ребенок движется вперед, намного легче и быстрее. Так что это выбор каждого, пренебречь этим или нет. Ну что ж, сегодняшняя тема закончена. Завтра мы увидимся снова. Хорошего вам дня, а я снова на работу к своим любимым деткам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...